Что такое вообще решетка, с чем ее едят, и что это действительно содержает некрасивый объект, который возникает в такой науке, которая называется геометрия чисел. Ну, я про геометрию чисел, наверное, сейчас вот как таковую говорить сходу не буду, что это вообще такое. Потому что такое решетка, это я скажу. Ну, друзья, я надеюсь, что абсолютно все присутствующие как-то представляют себе, как устроена обычная плоскость. То есть, что в ней бывает система координат, бывают какие-то точки, этими точками задаются и векторы изначально координат, которые в них идут. Вот, я думаю, что это вы знаете. Вот, давайте рассмотрим плоскость. Глобальный замысел, конечно, поработать и с многомерными пространствами тоже. И давайте я на секунду отвлекусь о многомерное пространство, то есть пространство размерности больше трех. Но я напомню, что это такое, не страшно. Давайте рассмотрим плоскость, как я уже сказал. Ну и на будущее давайте обозначим плоскость так, как это вводится в обычной большой математике. r – это множество вещественных чисел, r в квадрате – это обычная плоскость. Давайте сразу я проинтерпретирую ее как просто множество точек с вещественными координатами. Точка – это пара вещественных чисел x, y. Ну и, соответственно, x, как я уже сказал, вещественное число, y – тоже, как я уже сказал, вещественное число. Это обычная плоскость. На ней фактически зафиксирована система координат, в которой каждая точка выражается как пара действительных чисел, вещественных чисел. Ну, давайте рассмотрим пример решетки. Самый простой. Что мы будем называть решеткой на плоскости? Пример решетки – это… Давайте я сразу введу обозначение. Это z в квадрате. То есть это множество всех таких точек на плоскости, у которых каждая координата является целым числом. Значит, это множество таких точек на плоскости, что обе координаты являются целыми числами. Никого не смущают эти обозначения. Это, конечно, бесконечное множество. Давайте я как-нибудь даже это могу изобразить. Вот наша система координат, в которой каждая точка представляется вот в таком виде. Ну, и целые точки – это вот такие вот точки. Вот такие. Вот такие. Ну, и так до бесконечности во всех стоках. Я уже все рисовать не буду, да и не могу, потому что их все-таки бесконечное множество, как я уже сказал. Это множество – это типичный пример решетки на плоскости. Заметьте, что решетка – это, конечно, вроде как небо в клеточку. То есть, казалось бы, надо нарисовать еще вот эти вот прямые, которые проходят через целые точки, как горизонтальные, так и вертикальные. Но вот этого как раз не делается. То есть решеткой целых чисел на плоскости называется ровно то, что я нарисовал. То есть это именно множество отдельно стоящих точек, а не сеточка из прямых, которые, естественным образом, через эти точки проходят. Это пример типичной решетки. Вот давайте, прежде чем переходить к каким-то более сложным или более общим, что ли, решеткам, попробуем разобраться с устройством этой решетки с точки зрения некоторой, ну, если угодно, дайте я вас напугаю каким-нибудь выражением красивым, линейный алк. Как можно по-другому задать ту же самую решетку целых чисел? Я сейчас это немножко формализую. Смотрите, вот возьмем два вектора. Один такой, например, а другой такой. Вот вектор, и вот это вектор. Ну, как-нибудь их обозначим. Скажем, Е1 со стрелочкой. Это вот этот вот вектор с координатами 1 и 0, и, соответственно, Е2 со стрелочкой. Это вот этот вертикальный вектор с координатами 0 и 1. Так просто их обозначим. Ну, и в терминах вот этих векторов можно написать вот так. З2 – это множество всевозможных выражений следующего вида. С1, Е1 плюс С2, Е2, где С1 и С2 – целые числа. С1 и С2 – это произвольные целые числа. Вот такие выражения, давайте я сразу скажу, называются линейными комбинациями векторов. Линейная комбинация векторов. Это просто название. Линейная комбинация векторов. Ну, и с целыми коэффициентами, как говорят, то есть вот эти вот со множители С1 и С2 называются коэффициентами. Мы их обоих считаем целыми числами, поэтому решетка З2 – это множество всевозможных линейных комбинаций, например, вот таких вот векторов, с целыми коэффициентами. Давайте скажем, что если вообще З2 представляется в каком-нибудь вот таком вот виде С1, ну, скажем, А1 плюс С2, А2, где С1, С2 – целые числа, вот если вообще с какими-то векторами А1 и А2 удалось так представить решетку, ну, например, с Е1 и А2 удалось. Вот если с какими-нибудь еще А1 и А2 такой же точно удастся, то вот эти два вектора А1 и А2 мы будем называть базисом решетки. А1, А2 будем говорить образную базис. Она целиком порождается этими векторами, всевозможными их целочисленными комбинациями. Базис решетки. Эти два вектора точно образуют базис решетки З2, потому что, да, она, конечно, представляется в виде всевозможных таких линейных комбинаций. С этим я так понимаю, что все согласны, да? Вот, ну, я бы вас попросил предложить какую-нибудь еще базис решетки. 1, 0 и 1, 1. О, прекрасный базис, да, спасибо большое. Действительно, в качестве векторов базиса спокойно можно взять вот такие вот два. 1, 0 и 1, 1. Вот давайте на них посмотрим. Понятно, что если произвольные целые коэффициенты на них умножать, кстати, все понимают, что если я умножаю вектор на число, вот здесь, например, это подразумевает, что я на это число умножаю каждую его координату. Это я надеюсь, все понимали. Вот, значит, я здесь беру, умножаю на произвольное С1, получаю вот такую штуку. Здесь беру, умножаю на произвольное С2, получаю вот такую штуку. И когда я их складываю, у меня получается вектор С1 плюс С2 и С2. И понятно, что беря всевозможные целые числа С1 и С2, мы в итоге получим всевозможные целые точки на плоскости. Ну, можно придумать массу других базисов на самом деле. Можно было совсем дурацкий пример предложить, но возьмите вот этот вектор и наоборот вот этот вектор. Вот этот и вниз смотрящий. Ясно, что это тот же самый базис, просто в другую сторону направленный. Вот, так что базисов у решетки, вообще говоря, может быть бесконечно много, но, по крайней мере, достаточно много. И они могут быть по разному устроен. Вот пафос сегодняшней версии, которая за ней последует, состоит в том, что в этих базисах заложена очень красивая комбинаторика. Неожиданно. Очень красивая комбинаторика, в частности, связанная с так называемыми системами общих представителей. Теперь смотрите. Хорошо, это был один пример решетки, и уже у нее есть несколько вариантов выбрать базис. Давайте теперь просто введем определение решетки, наоборот, стартуя от базиса. Единственное замечание, которое еще надо сделать. Понимаете, что каков бы ни был базис, каков бы ни был базис, конечно, оба вектора в нем... А, во-первых, понятно, что векторов два, да? Да. Всегда. А, во-вторых, что, конечно, эти векторы не коллинеарны. Не лежат на одной прямой. Если они лежат на одной прямой, то все, что можно породить такими вот комбинациями, это только вот эта самая прямая, целые точки на ней. Поэтому, конечно, векторы должны быть не коллинеарны, но не обязательно ортогональны. Вот тот пример, который здесь нарисован, он показывает, что можно взять векторы базис под углом 45 градусов, и это все равно будет базис целочистой решетки, с таким же успехом. Вот. Короче, понятно, что базис состоит из двух векторов, и эти векторы не коллинеарны. Поэтому мы спокойно можем обобщить понятие решетки и сказать так. Итак, давайте возьмем на плоскости абсолютно любые два вектора, которые не коллинеарны. Давайте рассмотрим любые два не коллинеарных вектора А1 и А2. на обычной вещественной плоскости. И рассмотрим всевозможные целочисленные комбинации, то есть комбинации с целыми коэффициентами этих векторов. Рассмотрим такое множество, которое обозначено буквы лямбда. Значит, греческая буква лямбда большая пишется точно так же, как русская L большая. Но произносить я буду именно лямбда. Происхождение, я бы сказал, английское, как ни странно. Дело в том, что по-английски решетка будет латис. Ну, первая буква R. Значит, рассмотрим такое вот множество. Это всевозможные комбинации векторов А1 и А2 с какими-то целыми коэффициентами С1 и С2. То есть мы напрямую обобщаем целочисленную решетку, решетку Z в квадрате, рассматривая такую косовую решетку, склошенную в каком-то смысле. То есть если вернуться вот к этой картинке, на которой нарисована наша система координат, то, ну, например, можно рассмотреть такую классическую еще решетку. У нее будет, скажем, один вектор вот такой в базе, тоже с координатами 1 и 0, как и раньше. А другой вектор пойдет под углом 60 градусов, вот здесь вот, и тоже будет иметь для него единица, так что вот этот вот треугольничек, который здесь образуется, оказался равносторонним. Это вот Е1 или А1, да? Давайте А1. А вот это вот А2. Вот такая вот решетка, порожденная векторами, направленными по сторонам равностороннего треугольника. Ну, понятно, что дальше она как-то так вот размножается по плоскости. Как-то размножается по плоскости во все стороны. И эта решетка называется гексагональ. Никто не слышал про такую решетку? Знаете, почему она называется гексагональ? Не знаете, конечно. А гексагон знаете, что такое? Что это? Шестиугольник, да. Гексагон – это просто шестиугольник. Ну, тут надо было покрупнее нарисовать. Дело в том, что если вы зададитесь следующим вопросом, то у вас получится шестиугольник. Смотрите, вот берем любую точку этой решетки. Любую абсолютную точку этой решетки. Например, вот эту. И дальше пытаемся посмотреть, внимание, на те точки плоскости, не решетки, а плоскости, для которых вот эта точка является ближайшей среди всех точек решетки. Те точки плоскости, которые как бы притягиваются этой точкой, для которых она ближайшая среди всех остальных точек решетки. Вот если вы посмотрите на это множество, оно окажется шестиугольником правильным. Для наших целей это никакого сейчас значения не имеет, но, тем не менее, гексагональная решетка – это классический объект геометрической науки на плоскости. И я думаю, что вам стоит попробовать это понять, что вот если мы смотрим на точки, для которых она ближайшая, получится вот такой вот правильный шестиугольник с центром в этой точке. Ну и все вместе тогда получится такое шестиугольное замощение, такая сотовая кладка плоскости. Если кто-то когда-то, скажем, в моем исполнении слышал рассказ про хроматические числа, то это вот как раз об этом. Раскраска плоскости в нужное количество цветов – это ровно покрытие вот таким вот шестиугольником, такой паркет на плоскости. Вот он связан с этой решеткой. Ну и понятно, что у гексагональной решетки тоже есть масса базисов, помимо указанного, а также нужно придумать великое множество других решеток. И видите, кстати, очень важное замечание – координаты вот этой точки, они вовсе не являются целыми сами по себе. Вот у этой точки, правда же, координаты не целые и числые. Там корень из трех пополам присутствует. Тем не менее, это тоже решетка, потому что решетчатость этой структуры задается вот этими целыми числами, а вовсе не целочисленностью координат векторов базиса. Так, замечательно. А теперь давайте портить решетки. И насколько испортится базис при этом, вот это и будет пресловутый дефект. Так, давайте снова рассмотрим целочислую решетку на полноте. Обычно Z2. И давайте в этой решетке Z2 выделим некоторый стандартный базис. Ну, стандартный базис у нас уже был, на самом деле, написан. Это просто базис из векторов 1,0 и 0,1. Вот давайте считать, что этот базис зафиксирован раз и навсегда. Это некий стандартизованный базис решетки Z2. Мы даже множество состоящих из этих двух векторов специально обозначим буквы E, красивая. E, красивая, это множество, состоящих из векторов E1, D2. То есть вот такой стандартный базис целочисленной решетки. Но мы зафиксировали.